Здравствуйте, дорогие друзья! Это время снова пришло, и я снова с вами, и мы продолжаем проходить Angel Beats. В предыдущей серии мы увидели, как Атанаси и Его Сава начали встречаться, а сегодня мы увидим, к чему всё это приведёт. Вот так. Так что, садитесь повдобнее, и мы начинаем. Так, поехали. Экстренное совещание. Прошу всех собраться в штаб-квартире. Это его очки? Хинато поднял очки, что лежали на земле. Я это видел, как его поглотила тень. Поглотила? Его покрыла тень, его всего. Такаматсу пытался сопротивляться, но всё было напрасно. И в конце от него остались только очки. Даже не верится, чтобы он бросил свои очки. Ну и... Он ушёл... Под землю. Под землю? Инлегюрарно. Это уже слишком выходят за рамки. Что будем делать, Юрипе? Начинаем поиски. Пошли, Атанаси-сан. Хинато ударил меня по плечу, когда я стоял ошеломлённый. Хорошо. Когда мы с Хинато искали Такаматсу, мы услышали голосовое объявление по школе. Просим главу студсовета, Тачибану Канаде-сан, немедленно явиться в комнату студсовета. Повторяю. Это Юри? Что она задумала? Зачем она вызывает Тэнши? Если тебе так интересно, то может пойдёшь и посмотришь? Конечно же, мне интересно. Хорошо. Когда мы подошли к комнате студсовета, у входа стоял парень. Снова вы пришли? Он удивился, увидев нас. Кто это? Я спросил у Хинато. Это заместитель главы студсовета. Он ведь НПС, верно? Конечно. Разве не видишь по его форме? Заместитель главы студсовета. Хинато обратился к нему. Разрешите нам пройти внутрь. Обычно я спрашиваю разрешение у главы студсовета. Но на этот раз всё уже решено. И почему именно вы? Высказав своё недовольство, он открыл дверь. Когда я вошёл в комнату, я увидел двоих, которые уже сидели за партой друг напротив друга. Зачем вы сюда пришли? Она спросила у нас. Разреши нам тоже присутствовать. А ты всё время своевольничаешь. Для организации такие действия? Нет, в этот раз это я его позвал. Так что это моя вина. Вот как. Ну ладно, делайте что хотите. Ну, что скажешь о тенях? Ничего не знаю. Это не ты запрограммировала? Нет. Тогда, наверное, это баг какой-то. Когда ты в последний раз спрограммировала что-то? Примерно неделю назад. Ну, так же. Я не могу в комнате, но я не могу. Может, в этом причина. Ты разрешишь нам проверить твою комнату? Кто? Кому? Учина. Нашему члену. Если это девушка, то я не возражаю. Парням вход в женское общежитие запрещен. Ааа, девушка, девушка. Да, это девушка, девушка. Юрия вытянула рацию. Такиама-кун, пожалуйста. Такиама-кун, действуй. Понял. Я Христос. Я слышу голос парня. Это девушка с очень низким тембром голоса. Я Христос. Такиама-кун, как? Ну что там, Такиама-кун? Кунзукёй. А ты обращаешься к нему, к Кун? Я не нашёл никаких багов. И называй меня Христос. Эээ, там было Кун и Тян. Ну вы понимаете, Кун это парень, Тян это девушка. Ну, я думаю, все это понимают. Он даже говорит о себе в мужском роде. А другие программы? Пассивные, ускорение, активные, сверхзвуковая рука, задержка и синхронизация. Что прикажете делать? Сотри всё. Хотела бы я сказать, но я признаю её невинность. Ничего не делай, просто уйди. Лёхайдис. Вас понял. Юрия опустила рацию и снова заговорила с Тенши. Слушай, Тенши-сан, давай пока, пока что заключим перемирие. Сейчас эти тени являются нашим главным врагом. То есть ты предлагаешь объединить усилия? Да, ты ведь тоже планируешь сражаться с Тенями, которые поглощают учеников, верно? Если это действительно правда. Ой, кажется я только что слышал выстрел. Неожиданно Хинато заговорил. Что? Да вроде ничего. И тут мы услышали. Это снаружи. Мы все покинули, не посмотрели в окно. На спортивной площадке фронтовики сражались с множеством теней. Что это такое? Их очень много. Я пошла. Тенши открыла окно и прыгнула. Конечно же, она сразу полетела вниз. Она спокойно приземлилась, а на руке у нее появился фотонный меч. И со спокойным лицом она рынула в бой. Вслед за ней Юри сделала то же самое. Что? Юри-пэ! Юри тоже отлично приземлилась и побежала. Круто! Нам тоже нужно так сделать. Хорошо. И это невозможно. Ну, хорошо, попробуем. Да, вперед! Я последовал за ними. Я почувствовал сильный удар. Ну, конечно же, прыгать с такой высоты. Также послышалось трескание костей. Но похоже, что я ничего не сломал. Мне нужно идти вперед. Я поднялся, вытянул пистолет и медленно пошел вперед. Болит! Я услышал крик хинаты сзади. Я тоже начал сражаться. Мы уничтожили всех теней. Все в порядке? Да кто они такие? Чудовища какие-то? Раньше в этом мире не было таких состранных созданий. Это что, демоны? Приглашение на карнавал безумия. Может, существование этого мира затянулось? Что это значит? В играх такое часто случается. Когда игрок слишком долго играет в каком-то месте, тогда появляется непобедимый враг. Это не смешно. Но все же, ты очень нам помогла. Юрия обратилась к Тенчи. Все-таки вы говорили правду. Нападает сзади, чтобы внести беспорядок. Получается, что Тенчи к этому никак не причастна. Верно. Тогда по чьей же воле они появляются здесь? Думая о том же, Юрия посмотрела высоко в небо. Если он существует, то скорее всего, виновник всего этого находится там. После этого мы продолжили искать Токомацу, но так ничего и не нашли. Всем членам фронта быть в полной боевой готовности. Отныне запрещены все перемещения в одиночку. В худшем случае перемещайтесь не менее двух человек. Если встретите теней или что-то подозрительное, в первую очередь предупредите других. Юрия раздала всем рации. Раньше никогда такого не происходило? Да. Что вообще здесь происходит? Все зависит от того, есть ли еще Токомацу-кун в этом мире, или его уже здесь нет. Я не понимаю таких сложных вещей. Уверен, Юрия в этот раз тоже придумает невероятный план, и мы спасем Токомацу-куна. Правда ведь, Юрия? Правда ведь, Юрия? Хорошо, если это возможно. Это все, что она ответила. Сменился день. Утреннее солнце засветило в окно. Экстренное совещание. Оно снова неожиданно появилось. Что случилось? Совещание в такую рань? Значит, случилась какая-то экстренная ситуация. Куда нам идти? В класс 3А. В класс? Мы что, будем сидеть на уроках? Мы обнаружили там Токомацу-куна. Он же бесследно исчез. Что происходит? Спросите об этом у него самого. Понял, Атанаши пошли. Хорошо. Действительно, в классе сидел Токомацу-кун. В другой форме и без очков. Будто совершенно другой человек. Токомацу, что это такое? Какие люди думали, что это такое? Мы все волновались за тебя. Что это значит, Токомацу? Мы все волновались за тебя. Волновались? О чем? Как это о чем? Тебя ведь поглотила тень. О чем вы говорите? Я вообще ничего не понимаю. Ты что, этого даже не заметил? Тебя поглотила тень, а потом ты исчез в земле. Что потом случилось? Да ничего особенного. Как обычно, проснулся в общежитие и отправился в школу на уроки. На уроки? Ты что, специально переоделся в школьную форму, чтобы учиться на уроках? Да. Ты хоть понимаешь, что ты исчезнешь? Ты исчезнешь? Исчезну? Как я могу исчезнуть? Хината замер, будто бы увидев привидение. Это плохо. Он ведет себя очень странно. Хоть он изначально был странный. Но ведь... Хватит, Хината-кун. Юри положила руку на плечо Хинаты. Что значит хватит? Извините, вы мешаете мне учиться. Такаматсо начал вытягивать книжки и тетрадки на парту. Пошли. Ты уверена? Если мы оставим его, он исчезнет. Пошли. Этих вопросов достаточно. Я уже знаю, что случилось. Он превратился в НПС. Дрожь пробежала по спине. Подожди минутку. Что это значит? Я не совсем понимаю. НПС-то это не значит? Нет, 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 нет. Где нет, Такаматсо? Где нет, Такаматсо? Ты говоришь, НПС? То есть, у него нет души? Тогда где душа, Такаматсо? Ты не убил, что ли? Наверное, ее поглотили. Что это значит? Что это значит? Что это значит? Он теперь не может исчезнуть и будет вечно жить здесь и ходить на уроки? Похоже на то. Не может быть. Да это же хуже, чем смерть. Это же вечность. Он на вечность здесь заперт. Что это такое? Черт. Со злости он ударил кулаком по стене. Я не знал, что мне сказать Хиннаде. В этом мире даже такое может случиться. Тогда нам лучше, чтобы нас стерла Тенщи. Да хоть есть шанс на следующую жизнь. Это Юса. Каги снова появлялись. Я на большой лестнице. Это Юса. Тень снова появилась. Она на большой лестнице. Вперед, все в атаку. Все вместе напали на цель. Похоже, у нас не будет времени расслабиться. Сколько еще это будет продолжаться? Кто знает. Что в квартире стояла тяжелая атмосфера. Я здесь нахожусь уже несколько десятков лет. Но такой выходящий за рамки ситуации я еще не видела. Юри сказала, вздыхая. К тому же, к этому Тенщи даже не причастна. Кто все это делает? Я вдруг вспомнил. Разве ты не говорила вчера, что здесь есть правило, которое стирает тех, кто надолго задержался в этом мире? Даже если существует бог, ты думаешь, что он смог бы такое сделать? Этот мир – это всего лишь следующая ступень в перерождении. Но превратиться в НПС и быть запертым здесь навечно? Разве это не противоположная сторона? Тогда получается, что существует другой кукловод? Похоже на то. Мы какое-то время сидели молча. Атанаши-кун, отойдем на минутку? Юри позвала меня. Давно я здесь не был. Это уже второй раз с того дня, когда я только появился в этом мире. Иными словами, мы будем говорить о чем-то очень важном. Вот. Она дала мне банку кофе. Я открыл ее и сделал глоток. У него горький привкус. В этом загробном мире кофе пьют только в особенных случаях. Что ты хотела? Мы уже несколько десятков лет живем здесь. Верно? Но такое случается впервые. Меня не покидает мысль, что ты к этому как-то замешан. Или как-то это связано с тобой. Может это простое совпадение? Скажи, кто ты вообще такой? Ко мне еще не вернулась память, поэтому я не знаю. Может ты тоже ангел, которого использует бог, чтобы втереться к нам в фронт? Но у меня ведь много разных эмоций. Это ничем не отличается от НПС. Они тоже чувствуют много разных эмоций. После ее слов я уже сам не был уверен, кто я такой. Скажи, НПС могут влюбляться? Поэтому я спросил ее это. Влюбляться? Юрия сильно удивилась. Да, да. Такие люди тоже есть много людей, которые здесь влюбляют. Их тоже есть влюбленные эмоциональные эмоции. Конечно. Здесь появляется много людей, у которых есть сожаления по этому поводу. Для учащения этих сожалений, здесь есть НПС парни и девушки. Тогда, может, я все же не НПС? Что? Ты что, влюбился? Да, я недавно это понял. Это взаимная любовь. Тогда вы двое должны были исчезнуть. Кто эта девушка? Первая Ива Сава, второе ты. Хе-хе-хе. А давайте прикольнемся. Ты. Брехло! Слинья полетела на меня. Это когда же мы с тобой перешли к таким отношениям? Она меня раскусила. Нужно сказать правду. Извини, это Ива Сава. Юрия замолчала. Вот как. Не ожидала, что Ива Сава-сан может испытывать такие чувства. Да. Тогда, почему Ива Сава-сан не исчезла? Странно. Я тоже не исчез. Это потому, что к тебе еще не вернулась память. Ты ведь пришел в этот мир, чтобы забыть свои сожаления, которые у тебя были при жизни. Нет, я не хочу этого вспоминать. Я хочу вечно жить счастливо в этом мире вместе с Ива Савой. Вот поэтому и появились эти штуки. Это наша вина? Да. Я предполагаю, что это через вас двоих. Так как устроен этот мир, в нем нельзя жить вечно счастливо. Да, я заметил это. Поэтому появились тени. Тогда почему они не атакуют только меня? Допустим, я бы знала, что такое случится. Я бы рассказала об этом всем, и все были бы в курсе. Это стало бы еще более затруднительным. Верно? Поэтому лучше сделать полную перезагрузку. Так Токаматсу стал таким из-за нас? Верно. И это еще не конец. Да что же это такое? Даже будучи мертвым, меня все равно встречает жестокая судьба. Скажи, Юрий. Что нам теперь делать? Мои глаза заслезелись. Тебе нужно вернуть свою память. Как? Может попробуем электрошок? Хорошо. Я на все согласен. Но... Сенсеи не имеют врача, не имея в виду. Существует не имея в виду. Не имею в виду. Не имею в виду. Вот только. У нас, фронтовиков, нет никого с медицинскими знаниями. Такова реальность. А что делать, Ивасави? Тебе нужно узнать о ее сожалениях. Она все еще не удовлетворена, понимаешь? Но если она удовлетворится, то она ведь исчезнет. Да. Тогда, что мне делать, когда ее потеряю? Я люблю ее. Она шутила только для меня. Я знаю ее, такой, какой она никому еще не показывалась раньше. Если у меня заберут это, как мне дальше жить в этом мире? Хоть я выгляжу жалко, но я говорю правду. Я не хочу этого. Я не хочу, чтобы она исчезла. Я по-настоящему люблю Ивасаву. Я не хочу с ней расставаться. Тогда ты не против пожертвовать всеми членами фронта? Но это... Черт, да что с этим миром такое? Я бросил об землю наполовину отпитый мною кофе. Он начал вытекать из банки. Ивасава должна исчезнуть и оставить меня здесь? Да это же ад! Я что, при жизни был серийным убийцей, чтобы заслужить такое? Он слишком жесток. Этот мир. Успокойся, здесь вовсе не ад. Неожиданно Юрий обняла меня. Моё замерзшее тело и сердце ощутило её теплоту. Люди ведь тёплые, верно? В аду ведь нельзя ощущать такую теплоту. Верно, это место не ад. В любом случае, чтобы защитить своих друзей, постарайся сделать две вещи. Первое, вернуть свою память. И второе, узнать о сожалениях Ивасавы. Мне хочется плакать. Ведь то, что ждёт меня впереди – несчастье. В результате нам с Ивасавой нужно расстаться. Похоже, что для нас уготована лишь такая судьба. Но всё же... Хорошо. Я постараюсь. Ради друзей. Мне осталось только так ответить. Сожаления? Да, твои сожаления. Как и просила Юрия, я прямо спросил. Да у меня уже всего продостаточно. Даже ты теперь со мной. Мне больше ничего не нужно. Нет, должно быть что-то ещё. Подумай хорошенько. Мне обязательно нужно думать об этом. Да, иначе те не продолжат атаковать членов фронта. И какое это имеет отношение к моим сожалениям? Я не хочу, чтобы она знала об этом. Если она узнает, то будет чувствовать то же, что и я. И тогда всему конец. Юри верит, что это как-то связано. Я не знаю деталей. Так. Юри говорит? То есть, что это не может быть. Попробуй. Вот как. Но если Юри так говорит, тогда ничего не поделаешь. Я подумаю над этим. Прошу тебя. Давай посмотрим. Я полюбила тебя. Мы начали встречаться. Мне только одно приходит в голову. Что? Я очень стесняюсь говорить об этом. Прошу тебя. Понятно. Если бы я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал. Хорошо. Создать счастливую семью. Я не ожидал услышать такое. Со мной? Да. Я не знал, что ты не знал. Да. Мне очень стыдно. Не заставляй меня повторяться. Я говорил. Мой родитель каждый день. Я не знал, что я не знал. Я не знал, что я не знал. Я не знал. Я же говорил о тебе. Мои родители все время ссорились. И у меня не было места даже в родном доме. Я не знал. Я никогда такого не сделаю. Я обязательно создам счастливую семью. Так я думала. Без сомнения. Это и есть сожаление Ивасавы. Ивасава вкладывала это во все свои песни, чтобы продолжать жить дальше. Но теперь все по-другому. Когда она начала встречаться со мной, ее сожаления изменились. Она захотела создать счастливую семью. Говоришь, создать счастливую семью? Я все рассказал Юре. Что мне делать? Может мне начать играть роль отца? А что будете делать с детьми? Действительно, в этом мире нет никого, кто мог бы сыграть роль ребенка. Когда я сказал это, то сразу понял. Но ведь сюда приходил кто-то, у кого были похожие сожаления, верно? Как они смогли исчезнуть? Ходили в школу, погружались в науку, завели друзей. Просто жили обычной жизнью и тогда исчезли. То есть, получили что-то, что заменило им эти сожаления? Тогда что мне делать? Может, с сегодняшнего дня нам тоже ходить на уроки? В насильном хождении на уроки ничего не... Нет никакого смысла, блин. Нет никакого смысла. Ну тогда что? Ненамеренно я поднял голос. Но вместо ответа Юри посмотрела на меня холодным взглядом. Так что, я не хотела бы рассказать, но я не хотела бы рассказать. Я не хотела тебе этого говорить, но я скажу. Что? Она пристально осмотрела. Аната-тачи... Вакарелево и иностранцы. Вам лучше расстаться. Что? Но так, чтобы у нее не осталось сожалений. Чтобы она больше никогда не мечтала о создании семьи вместе с тобой. Полное разрушение отношений. Верно. Почему я не мог додуматься к этому раньше? Вот поэтому Ивасава не может исчезнуть. К тому же, так я помогу всем друзьям из фронта. Мне просто нужно расстаться с человеком, которого я очень люблю. И это все. Ты ведь не можешь, верно? Я засомневался. Но я не хочу больше видеть, как мои друзья превращаются в НПС, как Токамасу. Нет. Я сделаю это. Поэтому я ответил именно так. Сможешь? Да. Тогда я тоже кое-что сделаю в знак благодарности. Что ты сделаешь? Я найду виновника всего этого. Ты о тенях? Разве это не бог их послал? Тогда я закончу его поиски. Никогда не прощу ему такие шуточки. Хоть я и сказал, что сделаю это. Но как мне лучше расстаться с ней? Может сказать, что она мне больше не любима и уйти от нее? Но тогда у нее останутся сожаления. Йо. Меня ударили по плечу. Я обернулся. И там стояла Хисако. Так, я думаю, что мы на этом закончим сегодняшнюю серию. Вот видите, как все случилось в этом мире, в котором нельзя любить никого. Да, это печально. Но это будет... Дальше будет еще хуже. Вот. Так что... До встречи, ребята, в следующей серии. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok